На входе антисептики, маски, перчатки, в помещениях информационные памятки и разметка для социальной дистанции. Благодаря строгому соблюдению всех мер безопасности, на одном из предприятий Красноглинского района Самары пока удается избежать вирусных заболеваний. Здесь трудятся свыше 300 человек. Сейчас из-за пандемии две трети отправили на удаленку. Проверяется также в течение смены, два раза проверяется температура, бесконтактная температура. Обрабатываются все цеха, помещения. Нигде они не собираются ближе полтора метра. Это очень строго у нас запрещено. Заботятся о своих сотрудниках и на предприятии Советского района. На входе у работников измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты. Ежедневно на производстве трудится порядка 90 человек. Те, кто старше 65, работают из дома. Люди очень заинтересованы, чтобы не было ужесточения мер и можно было продолжить работу, потому что договорные обязательства, их никто не отменял. Надо работать. Да, условия сложные, но работать надо. Районные власти ежедневно контролируют, как предприятия соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. В ходе проверок данных нарушений нами не установлено. То есть все наши предприятия промышленные соблюдают требования Роспотребнадзора. Любые меры контроля способствуют тому, чтобы их не нарушали. Хочу еще раз отметить, что именно предприятия, понимая свою экономическую ситуацию, стараются этого не делать и беспокоятся о здоровье своих сотрудников. За нарушение правил организации рискуют получить штраф до 300 тысяч рублей. Также может быть принято решение о приостановке работы производства. По поручению главы города Елены Лапушкиной контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер усилен. Проверки самарских предприятий продолжатся во всех районах города. Мэри Елчан, Григорий Пришаков. События.